On the first day of Christmas, my true love gave to me a portrait in a pet Алло, Саня, ты чё пишешь, что у себя там ВКонтакте? Ты совсем уже охренел? Там написано, только правда! Серёжа, у меня нет никакой на тебя обиды! У тебя нет никакой на нас обиды, а у нас обида-то на тебя осталась! В этот светлый праздник люди не умеют прощать, я всё давно забыл и отпустил! Простил и отпустил? Вообще-то ты нас кинул конкретненько так, сначала песню не выпустил обещанную, потом объявил со сцены, что уходишь, ничего нам не сказав, барабанщика из группы пытался выпихнуть, не было такого! У нас с Кутаевым отличные отношения до сих пор, можете сами его спросить! Саша, ты бесишь? Приветствую тебя, ищущий! В недавно разгоревшемся конфликте между музыкантами Александром Кэпом и артерией в лице Сергея Терентьева разразился небольшой скандальчик. Вы меня спрашивали, что я думаю по этому поводу, ну и, соответственно, вот, пожалуйста, я записываю ролик. Только в спере звездных судьб и миров согревается теплом твои ладони, яркий свет засыпет серебром, заполняя отпечатков свет! Все началось с того, что Александр Кэп, бывший вокалист группы Артерия, выложил у себя на стене ВКонтакте пост, в котором упомянул, что не выйдет на концерт с группой Черный Обелиск, потому что Артерия против и откажется выступать, если он это сделает. И, скорее всего, если бы Александр не подключил к этому посту немножко чувств своих, то это бы так бы осталось без внимания и Артерия бы никак на это не отреагировала. Но в своем посте он позволил осуждение Артерии, в частности Сереге Терентьева, потому что его пост заканчивался такими строками. Я все давно простил и отпустил. Сергей Владимирович. Эх. То есть, вы понимаете, да? То есть, здесь такой смысл, что человек показывает себя с хорошей стороны, а там люди все злобятся и никак не могут отпустить эту ситуацию, отпустить его. Все пытаются что-то как бы... Ну вот, недоговоренность, вот такая недосказанность, она развязывает многим руки языки, люди начинают выдумывать, писать что-то. И, естественно, на эту благодатную почву не мог не появиться ответка от Артерии. У нас с вами прям как шоу-бизнес, и да, бум, там, конфликт между звездами. Ну, давайте просто с точки зрения логики просто посмотрим на все это со стороны, без каких-то вот предвзятостей, может быть. Сразу хочется сказать, что с Александром Кэпом мы практически не общались. Там пару раз в ВКонтакте в личных сообщениях перемолвились, пара предложений, и все. Серегу Терентьева я знаю лично. Я с ним два раза встречался. Один раз, там, минут 10-15 я в Москву приезжал, брал у него минусовку. Встречались мы, сидели в машине, болтали там у машины. А один раз мы с ним вообще были на дружеской попойке. Ну, как были? Он со своим другом Сергеем Скрипниковым. Многим он известен, Серега Скрипников, как композитор у Маргариты Пушкина, ее проекта «Амаргента». Ну, они друзья, они собрались на дружескую попойку. А мы тогда у Скрипникова, у Сереги жили в Москве, когда записывали второй альбом. Ну, собственно говоря, тогда Серега Терентьев пришел с женой. И там мы все познакомились и общались. Часа два, наверное, все это три происходило. В общем, хочу сказать сразу, что вернусь к этому позже. Насчет первого поста Александра Кэпа. То есть, в итоге мы сейчас имеем с вами три поста. Первый пост, это пост на стене Александра Кэпа. Это вот это вот объявление, как бы новостное, что он не будет выступать, плюс примесь эмоциональная, что там я простил, они не простили. Эх, Сергей Владимирович, и там, как же вы могли? И почему себя вот так плохо ведете? Это уже под текстом после эх, после вот этой недосказанности эх и после многоточия вот этого у нас остается с вами, да? Что как-то Артерия и Серега Терентьев поступили не очень хорошо. Ну, потому что вот не нужно было этого делать. Опять же, опять же, это большая, самая большая ошибка. Здесь стоит, конечно, если ты не предполагаешь дальше какого-то продолжения вот этого банкета эмоционально склочного с каким-то коллективом, который твой бывший, ну, неважно кто, в общем, люди, с которыми ты не хочешь склочиться дальше в интернете, то не стоило делать такой пост, потому что это явная провокация, явная провокация. Александр Кэп знал, что писал, знал, как реагирует на это Артерия, это 100%, потому что, ну, извините меня, у группы Артерия есть репутация и когда на тебя начинают гнать, катить бочку, ты, естественно, будешь в ответочку что-то писать и удивляться, почему Артерия выложила пост, то есть в итоге мы имеем пост на стене Александра Кэпа, пост на стене Артерии и еще один пост на стене Александра Кэпа на пост Артерии, то есть получается три в итоге у нас информационных блока, которые мы с вами сегодня разберем. И вот эта вот недосказанная осуждака, которую Кэп позволил себе на своей странице, это, конечно, либо глупость большая, либо точный расчет Кэпа, что я не берусь судить одной из двух, потому что, ну, либо если человек сам не понимал, что ответка на это в элите, значит, человек очень глупый, либо человек просто умный, но хотел как-то немножко пиара какого-то и вместе с этим решил как бы вот этот старый водоворот вот весь немножко поднять со дна, весь ил опавший и немножко его так это, свое имя где-то на ресурсах, потому что это все, конечно же, будут обсуждать, Артерия группа известная, и все, что связано вот с какими-то такими скандальными склоками, даже я записываю этот ролик сейчас, казалось бы, да, все ждете от меня обзора на альбом Новый Ари, а я вот записываю там про Терентьева и Кэпа, но тем не менее. Ну и, конечно же, спустя несколько дней на стене на официальном сообществе ВКонтакте группы Артерия появилась ответочка, и что мы имеем? В ней за подписью Сергея Терентьева имеется большой длинный текст, в котором Серега приоткрывает нам некую завесу тайны от взаимоотношений Александра Кэпа с группой Артерия, когда он в бытности его там еще вокалистом. По словам Сергея Терентьева, исключая другие неупомянутые какие-то странные поведенческие мотивы Александра Кэпа в группе Артерия, он нам рассказал о том, что, во-первых, за несколько месяцев была объявлена песня Александра Кэпа, которую поклонники группы Артерия услышат. И как бы Александр Кэп ее не сделал, я, конечно, так сильно и пристально не слежу за группой Артерии, я только смотрю за новыми релизами и слушаю их. Но вот постоянно группу не мониторю, то есть я тоже не могу сказать, было это или нет, но информацию, которую нам изглагает Терентьева, гласит следующее. Во-первых, подставил группу с песней Кэп, не выпустил песню, которую обещал, то есть было число. Но это всегда, ребята, неприятно, когда у группы появляется дата какого-то релиза, а потом подходит дата, все поклонники ждут, подходят к своим мониторам, планшетам, телефонам и ждут, ждут. Вот сейчас мы услышим там новый релиз от любимой группы, и нет, релиза нет, просто нет. Это, конечно, неприятно. Было ли это на самом деле, я не знаю, но идем дальше. Следующий и один из самых главных моментов, это то, что, по словам Сергея Терентьева, Александр Кэп забивал на репетиции. И это очень-очень сильный проступок, потому что из-за этого тормозится, собственно, развитие записи всего коллектива. То есть, если нет вокалиста, то музыканты могут только сыгрываться инструментально, какие-то вещи делать. Но записать и выпускать песни они уже точно не смогут. То есть, если репетировать без вокалиста музыканты смогли бы, это, конечно, все равно неприятно. Просто нужно оттачивать все грани, там и вокальные, и инструментальные. Но, если нужно выпускать какой-то альбом, релиз, песню или неважно что, если вокалиста нет просто на репетиции, он не осваивает песню, он не может ее записать, то есть, собственно говоря, вся группа страдает от этого. Это очень плохо. Дальнейшая претензия Сергея Терентьева заключается в том, что Александр Кэп объявил о своем уходе из группы прямо на сцене, не ставя в известность об этом Терентьева и всех остальных музыкантов группы Артерии. Это катастрофа. Просто. Потому что, во-первых, это знаковое событие в жизни группы. Во-вторых, группа к этому очень сильно должна готовиться. В чем тут соль? В том, что когда на обложке афиши, там неважно где, на постах в интернете появляется информация о том, что вот такого-то числа будет последний концерт с этим вокалистом, обычно всегда приходит много народу, и группа может заработать хорошо. То есть, по факту получается, что Александр Кэп вот этим своим заявлением резким, он, ну, можно сказать, кинул группу на деньги, если это действительно так. Но я читал комментарии, люди пишут, что да, он объявил об этом со сцене, и там музыканты немножко ошарашенно смотрелись. Вот. И третье, или четвертое уже, я не помню, Александр Кэп ставил ультиматум. Либо он уходит из группы, либо барабанщик Серега Кутаев уходит из группы. В связи с таким недобросовестным отношением к своим обязанностям, Сергей Терентьев решил составить договор, в котором прописал некоторые вот эти вот обязанности Александра Кэпа, которые он должен исполнять. Там, ходить на репетиции, на запись столько-то уделять. В общем, если это не будет исполняться, то будут штрафные санкции какие-то введены. С одной стороны, жестковато. С другой стороны, если человек не исполняет своих обязанностей, подставляет группу, то, в принципе, это тоже шаг правильный, шаг здравый. Ну, либо человек уйдет из группы, либо он останется и будет исполнять свои функции, потому что страдают все. Опять же, по словам Сергея Терентьева, Александр Кэп не ознакомился с договором и просто отмел это как бред. В связи с вышеизложенным бла-бла-бла-бла, Сергей Терентьев решил, что пересекаться на концертах на одной площадке с Александром Кэпом он больше не хочет. В принципе, решение правильное и здравое. Что же написал на это все Александр Кэп на своем втором посте, на своей стене в ВК? Никакой песни его авторства не должно было быть и не было. То есть Терентьев врет. По словам Кэпа, с договором произошла непонятная херобора, потому что типа Терентьев его предоставил за 2 часа до выступления на этого концерта, где он объявил о своем уходе. Причем с таким уточнением, что Сергей Терентьев сказал, либо вы подписываете, либо идете на 3 буквы. Прямо так вот он цитирует, пишет. И вот тут одна из самых больших странностей лично для меня происходит. Александр Кэп говорит, что они ответили отказом, но потом далее в посте пишет, что они даже договора этого не видели. Для меня это очень непонятно. То есть, естественно, если бы мне дали какой-то договор, то-то, ну вот я участвую в каком-то коллективе, и тут мне приносят договор. Я такой, нет, я отказываюсь, и не стал его читать. То есть, странно. То есть, естественно, первым моим желанием было бы открыть и просмотреть, что там понаписали мне. Интересно же. Может там шикарные условия, я там буду, как на куражах, прощай другая жизнь, я буду заниматься только этим. Мы ответили отказом, но даже не увидели договор. Но договор был кабальный на словах. Что происходит вообще? То есть, вот эта странность дичайшая. Это звоночек тревожный, в частности, для меня, потому что, ну, как-то нелогичное поведение человека. Потом человек говорит, мы уже понимали, что мы не в составе артерии. Хотя никто на впрямую им этого не говорил. Впрямую никто не говорил, но они как-то это поняли и со сцены решили неожиданно объявить об этом. То есть, вторая, второй бред, который я просто понять не могу, который здравомыслящий, нормальный человек никогда бы не сделал. Он бы убедился, уход из группы, уход из известной гастролирующей группы, на которую ходят люди, много-мало, это вопрос уже другой. Главное, что группа ездит, гастролирует, группа известная, группа играет на фестивалях, на каких-то. И уход из такой группы, это знаковое событие в жизни музыканта. Серьезное событие. И тут человек говорил, что он понял, что он уже не в группе. Он понял. Он не попросил договор посмотреть. Он не стал ничего спрашивать, я еще в группе или не в группе. Нет, он просто понял и решил, бум, я сделаю красивый царский ход и заявлю о своем уходе. И одной из самых главных причин, что виновник всего этого безобразия является Сергей Терентьев, Александр Кэп заявляет о том, что вот смотрите, не я один ушел из группы, а больше половины музыкантов ушли. То есть, для меня это вообще не показатель. У меня в 11-м году ушел весь состав от меня и остался один в группе. Но мои музыканты хотели играть тяжелый металл. Вообще не тот. То есть, музыка, они сейчас играют музыку, которая мне антипатично, просто, которая вызывает у меня отторжение просто на генном уровне на каком-то. Что объединяло музыкантов, которые ушли, мы не знаем. Музыкальные пристрастия, хобби какое-нибудь, может, они вместе марки собирали, или фантики от жвачек, или еще что-то, мы не знаем этого. Но то, что уходит большая часть музыкантов из группы, это вообще ни о чем не говорит. Есть куча примеров, из Арии ушли в свое время, практически все музыканты остались только двое. Потом еще раз из Арии ушли, половина состава, образовалась группа кипелов, мы это все знаем. И как бы выставлять это щитом Капитана Америки в свою там невиновность, это как-то странно, странности множатся, ребят. Со стороны Александра Кэпа странности множатся. Потом Александр Кэп приоткрывает завесу тайны общения внутри группы во время гастролей со своей стороны. Он говорит, что нас задалбывала жена Терентьева. Да, Наталья Терентьева является менеджером, которая, кстати говоря, спела на нашем новом альбоме. Небольшая рекламка, да. Послушайте песню «Лунная песня», где она спела со мной шикарная красивая песня о любви. В общем, всем рекомендую прослушать «Лунная песня» группа Виконт. Цитирую. Наталья Терентьева постоянно стравливала нас между собой и не давала отдохнуть. После этого по приезду в Москву музыканты заявили Сергею Терентьеву, что не желают ездить на гастроли с женой Сергея Терентьева. Наталья Терентьева об этом узнала и по словам Александра Кэпа с этого момента начался отчет, обратный отчет для данного состава, после которого у данного состава все обрушилось. Сразу хочу сказать, что с Натальей Терентьевой я знаком лично. Прекрасная женщина, добрый человек, душевный. У нас были обнимашки Сергея Терентьев, но обычные обнимашки, когда люди прощаются, ничего не подумай. Вот. Она угощала нас крутым борщом, очень радушная, очень приветливая, очень умная, красивая женщина. Я, конечно, понимаю, что бывает так, что люди, когда ты не связан с человеком какими-то договоренностями на счет работы или вот, ну, какими-то обязанностями, такими деловыми, бизнес-обязанностями, то человек может быть совсем другим. И когда начинаются вот это вот отношения каких-то вот я менеджер, ты должен делать это, там, где мои деньги, там, еще что-то, в этом может человек вести себя по-другому, где-то пожестче там, где-то неприятно. Но, опять же, я вот в это верю слабо, потому что, ну, не знаю, у меня вот есть нюх, нюх на людей. Когда я вижу человека, просто еще не начав с ним даже разговаривать, я чувствую сразу, что это за человек. Вы наверняка многие, кто чувствует себе какие-то интуитивные вот эти вот способности, они не раз замечали, что им просто не нравится какой-то человек или нравится какой-то человек, хотя они с ним даже не знакомы. И потом, впоследствии, когда они с ним знакомятся, эти чувства внутренние, вот эта вот заранее интуиция, то, что тебя нашептало, они подтверждаются. У меня это всегда так. То есть, я обычно, в людях я не ошибаюсь, обычно у меня происходит. Я, конечно, отдаю себе отчет, что я могу ошибаться, но я очень не уверен, что Наталья Терентьева была склочной ведьмой. Вы опозорились! Вы просто никчемные черви! И не давала жить там музыкантам и стравливала их прям между собой, стравливала. Вот зачем это менеджеру группы, которая зависит от заработка мужа, от заработка группы? Она жена, она менеджер, она, ей нужно просто по логике вещей, ей нужно, чтобы в группе было все хорошо, и чтобы в группе был душевный спайный коллектив, который на этой атмосфере, на теплой и дружественной будет зарабатывать больше денег. Но это всегда так, потому что, когда в группе все здорово, и собираться группа хочет чаще гораздо, когда у них все хорошо, записывать что-то. А это, опять же, новый материал, это новые песни, новое продвижение группы, новые поклонники, новые деньги в семью. А Наталья Терентьева и Сергей Терентьев это семья. Просто если оставить вот этот процент, где, ну, ладно, скажем, 50 на 50, где Наталья Терентьева могла себя вести плохо с музыкантами, вот в частности с Александром Кэпом. И это все вранье. Мы это ставим 50 на 50, но просто, опять же, с точки зрения логики вот этой вот просто банальной математики это ей невыгодно. Быть склочной ведьмой и встраивать музыкантов. Далее Александр Кэп пишет, повторюсь, в своем первом посте я просто указал причину невыхода своего с обелисками на сцену. И я сразу же хочу тебя, Александр Кэп, немножко осадить, потому что нет, ты не только указал причину, ты приправил все это эмоциональной вот этой присыпкой, где осуждающий написал, эх, не можете простить, я вот такой замечательный, хороший, все простил и отпустил все вот наши преткновения, вот эти все, я все это забыл, я хорошо и уважительно к вам отношусь, а вы, Сергей Владимирович, эх, Александр, я тебя не знаю, если ты смотришь сейчас этот ролик, а ты наверняка сейчас смотришь этот ролик, потому что тебе его обязательно скинут, я тебя не знаю, как человека я тебя не знаю, не могу сказать, я с тобой в одной комнате рядом не был, я свой интуитивного своего робота внутри не задействовал, я только общался с тобой буквально там 30 секунд по ВКонтакте и видел твои какие-то ролики, где ты поешь, все, поэтому я не могу сказать, что ты врешь с уверенностью на 100%, но в частности вот в фактах, которые с точки зрения логики просто невыгодны, ты здесь выглядишь не совсем правильно, не совсем выгодно, плюс, опять же, ты написал большим капслогом, повторяюсь, я всего лишь заявил о причине не выходя на сцене, нет, если бы ты сделал именно только сухо, мне сказали, что артерия не хочет со мной выступать на одной сцене, и поэтому я не вхожу на сцену с группой Черный Обелиск, всем моим поклонникам прошу не огорчаться, всего хорошего, вот тогда бы я тебе даю 100% гарантию у артерии никогда бы не появился никакого поста про тебя, то есть, по сути, ты сам себе враг, ну, либо сам себе пиара поддать решил, это мое субъективное мнение, Александр, извини, если что, потом по поводу ультиматума Кутаеву, Александр Кэп заявил, что можете спросить самого Серегу Кутаева, барабанщика группы артерии, мы с ним в прекрасных отношениях, я связался с Серегой Кутаевым по этому поводу и спросил, вы с ним в прекрасных отношениях, Серега Кутаев заявил уклончиво, ну, мы с ним не враги. Не совсем это похоже на прекрасные отношения, как мне кажется. Наталья Терентьева постоянно стравливала нас между собой и не давала отдохнуть. Ребята, ваша здоровица. хорошо. Александр, хватит пить. Сколько можно нам на сцену через два часа выходить? Ведьма, отвяжись! Ты же мне всю душу вымотала. Дома нельзя. На работе нельзя. На гастролик нельзя. Я рок-звезда, между прочим. Если я не буду за вами следить, вы вообще на сцену выйти не сможете. Все, закругляйтесь. Уходи просто что мы имеем с вами в итоге. Я постарался максимально четко абстрагироваться от своего знакомства и приятельства с Натальей Терентьевой и Сергеем Терентьевым просто и посмотреть на голые факты. Выглядит это все не в пользу Александра Кэпа, к сожалению. Не знаю этого человека лично, быть может как-то представиться случай узнать, но на будущее, Александр, советую тебе, если ты сознательно идешь на такой шаг, как выкладка в интернет вот этих вот скрытых в группе деталей, осуждение вот этого эх, как ты написал Сергей Владимирович эх, это сразу приведет к ответке и к резкому вниманию к тебе и группе артерия. сознательно ли ты это сделал для пиара или по глупости я сказать не берусь, но желаю тебе всего хорошего Александра Кэпа, удачи в творчестве, твоей группе, ну и конечно же нашей артерии пожелаем альбом выпустить такой, который они выпустили самым первым «Лети на свет». Вот этот был крутой альбом, вот я от вас ребята Серега Терентьев, я жду от тебя вот такой альбом. Хватит экспериментировать, хватит вот этого всего, мне вот очень нравится первый альбом, пожалуйста, я как слушатель твой, выпусти альбом вот такой же и все будет замечательно. С вами был Сокол, истинный маг, да пребудет. С вами Сила, пока друзья, пока. Саша, ты бесишь?